Всем привет! Лето, хорошая погода, жара, но каждое лето, вы знаете, разворачиваются настоящие боевые действия, война и солдаты на этой войне от 7 лет и старше. Я говорю о войне водяных пистолетов. И здесь у меня оружие массового поражения, вы только посмотрите на это. Субтитры сделал DimaTorzok Это замочить всех, в прямом, а не переносном смысле, водой. По описанию видно, что это оружие из серии Гидрофорс, водяной бластер. И он выглядит, на самом деле, очень прикольно, футуристично, как будто из каких-нибудь Завездных войн, и если бы они там все обливались водичкой. Я тысячу лет, наверное, не держал в руках водяных пистолетов. И, ух ты ж, ух ты ж, Shark Fire Гидрофорс. И выглядит довольно-таки круто, очень классно стилизовано. Вот такой вот какой-то футуристичный пластер, какой-то дробовик, какую-то пушку. Можно даже не стрелять водой из нее, а просто ходить с ней, и все будут в шоке. Ставим большой палец вверх. Все те, кто хоть раз в жизни играл в войнушку водяными пистолетами или кидался водяными бомбочками. Но тут у нас настоящего крутая вещь. Бум! 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 Вот это мощная штука. Посмотрите, мы можем вот так ее перезаряжать и как-то так стрелять. Сейчас посмотрим, как это все происходит. Очень мне интересно узнать. Итак, мы видим, что здесь белый, зеленый, черный, синий цвет. Яркие, крутые цвета. Сверху очень крутой плавник. Действительно, Shark Fire. Это как бы акула. Мы будем стрелять акулой. Там маленькие акулы, и они... Здесь у нас находится дуло. Здесь перезарядка. Здесь у нас курок. А здесь мы сюда заряжаем свою обойму. Ну, начнете, заливаем. Это очень крутая и увесистая пушка. Даже если вы просто выйдете с ней на улицу, с вами наверняка уже не захотят связываться и побегут от вас. Но как только вы начнете стрелять из нее водой, то что-то произойдет. Наверное, вы покорите ваш двор, улицу, район, дачу, садовый участок, весь мир. Кстати, я подумал, что перезаряжать можно не только так, но благодаря этому плавнику и вот так. Так, в зависимости от ситуации, в которой вы оказались и какие соперники у вас, насколько они быстрые. Но хочется посмотреть все-таки в действии его, в деле, так сказать. Он такой увесистый. Просто держать его в руках достаточно круто. Выходишь и чувствуешь себя настоящим бойцом водяной армии, настоящим лидером, наверное. Вот. И хочу отметить еще качество исполнения этого пистолета, нет, я не знаю, бластера. Он сделан на высшем уровне, я считаю, очень хорошо. Все детали прочные, покраска хорошая. И прям никаких сомнений не вызывает, что он прослужит достаточно долго, потому что все прям надежно. А теперь настоящая проверка этого брутального оружия в боевых действиях. Опа! Вот они, наши враги. Мы попробуем установить дальность этого оружия. Здесь у нас мерзкий Джо, отвратительный Карл и там ужасающий Ник. Попробуем. Итак, мерзкий Джо. Мерзкий Джо повержу. Следующий плячется за крапивой. Идем подальше. Карл также повержен. И теперь... Посмотрим, если надолго хватит давления, смогли бы мы уничтожить всех трех. Легко. Попробуем. 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 Итак, друзья, после теста этой штуки скажу, что это очень весело и очень круто бегать с ней. Даже полевая цветы или расстреливая воображаемых врагов или невоображаемых, может, к соседям, которые шумят до вечера, прийти так, опа, возможно, как-то они отреагируют или нет, возможно, переедут после этого. А еще мы можем полностью его разобрать. Вот так, вот так и вот так. Это если у вас несколько баков таких вот. Бак, вы видите, довольно емкий, большой, его хватает на несколько перестрелок. И если у вас несколько таких баков, наверное, можно это купить опционально, не знаю. И тогда вы сможете потом их быстренько. Раз, два, все, готово. И опять пошли в бой. Причем я-то бегал с одним режимом, а здесь есть два. Первый это режим. Мощная прямая струя. Вот. А второй режим это разбрызгивание. Такое, как бы вам сказать, дождик, дождик. Ну, я бы им не советовал бегать с ним, потому что струей гораздо круче бить врагов. А это, ну, какое-то такое баловство, одним словом. Хотя, вы знаете, если подкачать, то очень даже ничего. Да, но, не знаю, мне вот этот режим больше нравится. С ним можно бегать просто на одном заряде, можно подкачивать постоянно, можно менять эти баки и, в общем, куча-куча всего интересного. Также у них есть еще различные линейки таких вот водяных бластеров, поэтому, я думаю, будет интересно посмотреть на разу. О, эта вода закончилась, и тогда он, видите, просто как огнемет, только водомет. Давление хорошее, мне нравится. Дальность стрельбы отличная, просто 7-10 метров бьет струя. Если накачать как следует, то будет мощная струя. Если там заканчивается, можно тоже сильнее подкачивать и опять продолжать битву. В общем, интересная и крутая штука. Водяные пистолеты вышли на какой-то новый уровень для меня сейчас, и это было круто. Всем рекомендую, в магазине Тойру можете приобрести такую штуку. Они мне прислали это, чтобы я здесь побегал, пострелял из него, и ссылка будет в описании, соответственно. На этом все. Рекомендую к покупке такой водяной пистолет. Он сам себе очень крутой. Можно просто с ним бегать, войнушку. Пью-пью-пью-пью стрелять. Или вот водой. То есть два в одном, считайте. Это намного круче, чем обычные пистолетики. Надеюсь, что что-нибудь еще пришлют мне посмотреть из такого, потому что это забавно. Придумаем новых врагов, новые ситуации, новую зону боевых действий. Вот так. Ну, на этом все. Ставим большой палец вверх, подписываемся на канал, переходим по ссылке в Тойру. И до новых встреч. Пока-пока. Нравятся вам обзоры на водяные пистолеты, на Нерф и на другие пластеры? Тоже поставьте большой палец вверх. Почаще буду их выпускать. Знать буду, что вам нравится. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!